всем добрый вечер добрый добрый вечерочек здравствуйте здравствуйте ну что какую тему сегодня обсудим в эфире давайте обсудим с вами тему положительных и отрицательных эмоций как они влияют на нашу жизнь мне кажется тема довольно интересная тем более я знаю что многие из вас любят ужастики любят пощекотать себе нервишки при помощи каких-нибудь сумасшедших просто карусели залезть на высоту прыгнуть парашюта и так далее я совсем не против парашютного спорта не против каких-то таких вещей но мне кажется что такие вещи все-таки простым людям обычным нужно делать тогда когда угрожает опасность тогда у человека открываются другие абсолютно защитные механизмы и возможности тогда можно из парашюта прыгнуть и просто в принципе прыгнуть с моста и так далее а вот в обычной жизни когда у вас все хорошо хочется ли вам почекотать себе нервишки каким-нибудь там не знаю американскими горками и так далее вот лично я не получаю удовольствие от американских горок вообще от слова вообще как-то я помню на слабо я села в сиденье американских горок где-то на лет 15 назад все что я какой ужас был в общем сижу я зашла туда на слабое сажусь и смотрю люди начинают телефон и вынимать складывать обувь снимать и складывать вниз я понимаю что сейчас будет что-то ужасное что что-то произойдет страшно и когда мне еще приковали к сиденью этими специальными приспособлениями для меня это был просто шок все это вы думаете я получила удовольствие нет я зажмурилась вцепилась вот так вот и просто молилась чтобы это скорее закончилось какой какой от этого кайф никакого больше туда конечно не пойду и и не буду этого делать но сам просто вопрос я не получила удовольствие от того что меня крутила вертела швыряла и так далее не было просто просто страшно и все вот и поэтому лично у меня такое ощущение всегда на ужас и на какие-то специальные такие вещи которые мы сами себе устраиваем что мой организм этого не хочет и поэтому насильно я этим заниматься тоже не хочу и не буду допустим когда только-только появились на этапе перестройки видеомагнитофоны первая электроника в м12 по моему было что такое там еще так кассета видео кассета выходила такая как космический аппарат так вот я помню что первый ужасти которые я посмотрела это был ужастик назывался пятница 13 я помню посмотрела потому что все для тогда видеофильмы это было что-то такое необыкновенное необыкновенное как это так ты не ходишь в кинотеатр и просто берешь и фильм который ты хочешь ты можешь поставить это было удивительно это было волшебство какое-то поэтому первое что мы поставили это пятница 13 я помню что после просмотра этого фильма я месяц днем оглядывалась месяц я ходила в магазин оглядывалась днем я боялась настолько меня столько впечатлило может быть я конечно такой впечатлительный человек может быть все что угодно но я для себя поняла только одно я больше не хочу смотреть на этот кошмар я не хочу смотреть на кровь как убивает людей и не хочу смотреть на какие-то склизкие существа которые жрут людей я не хочу вот поэтому я не смотрю это и даже когда меня пытались помню рита подловить и как-то она мне обманула сказала что детектив какой-то или еще что-то поставила фильм а назывался она по моему фильм не помню вот мне было очень страшно я потом сказала просто ритуал не делай больше так никогда потому что ну как тебе наверное важнее материнское здоровье чем чем то что ты сейчас посмеялась надо мной то что мне страшно не считаю это смешным считаю что каждый имеет право выбора вот мой выбор это выбор позитивных эмоций поэтому у меня муж абсолютно такой же единственное что вот он еще с политикой периодически вот смотрит политические передачи и я и политические передачи не люблю не люблю не смотрю вы знаете когда я росла при советском союзе тогда была программа время называлась информационная программа время она шла вечером и я помню даже эту музыку музыка была такая приятная она не была нагнетающая она была очень приятная да 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 такая вот прям прикольно а сейчас ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду ведущий идут с микрофоном на тебя в экран под эту музыку жесткую и ты прямо аж задыхаться начинаешь от негатива от нагнетания такого все новости плохие вы понимаете что там в польше что в белоруссии то где-то там в америке то еще вы расскажите что у нас хорошего вы почему все время про плохое говорите зачем почему вы нагнетаете так почему когда у нас идет пандемия почему у нас вирусологи не выступают почему только политики рассказывают об ограничениях о штрафах еще о чем почему почему нет хорошего почему в новостях не передают приятные носят я помню раньше рассказывали там пятилетку за три года такой-то комбайнер там выполнил план перевыполнил посмотрите сколько зерна заготовила наша страна посмотрите как там пионеры помогают октября там посмотрите там партия там сделала то-то тот но даже сам когда смотришь телевизор в то время даже тогда было как-то приятно посмотреть гордость была за страну было чувство патриотизма хотелось пойти на субботник и бесплатно поработать почистить улицу там не знаю собрать листья как мы это делали каждую осень мы там ездили на картошку классом месяц почти работали никто из нас не заикался про то что а сколько нам за это заплатят никто за это не платил это было нормально вот а сейчас вот мне лично я поэтому не люблю политические передачи потому что там прям идет нагнетание вот прям вот вот так тревожность какая-то я считаю это вредно а тут недавно еще я вот писала пост последний я прочитала мне сестра моя родная прислала очень интересную статью и исследование по поводу того как меняется кровь от эмоций от негативных и от положительных как она меняется так там еще один эксперимент очень классный был короче взяли каплю крови у человека и поместили в пробирку в соседнюю комнату здесь включили человеку значит сначала комедию смешную рассмешили а потом вот ужастики и капля крови менялась представляете то есть от настроения человека менялась структура капли крови вы можете себе представить это просто теперь вот поймите откуда вот это идет что мать там допустим почувствовала на расстоянии там тысяч километров что с ребенком что-то произошло или мать начинает тревожиться а когда она чувствует что у ребенка там какие-то неполадки или нелады что-то не так то есть вот это вот то что мы говорим вот какой-то там интуиции еще что-то нет оказывается кровь вот это вот память до какая-то вот энергия существует существует какая-то энергия мы об этом ничего не знаем мы только это можем там каких-то исследованиях у кого-то там прочитать но конкретно чтобы вот сказали что да это существует такого нет но это очень интересная этим очень прямо заинтересована так вот там как раз рассказано в этой статье по поводу того как положительно положительные эмоции в частности смех могут исцелять человека даже вот просто ты смеешься когда то у нас в крови находятся макрофаги это такие как клеточки которые съедают бактерии да а существует бактерии которые болезнетворные до которые плохие так плохие хорошие будем так говорить чтоб попроще так вот когда мы расстраиваемся когда мы испытываем негативные эмоции когда у нас стресс когда у нас тревожность то наши макрофаги они просто пятятся назад засыпают не знаю ведут себя так как будто они парализованы и очень активно себя начинают вести бактерии то есть они начинают агрессивно себя вести они начинают жрать полезные клетки вот а когда мы с вами испытываем положительные эмоции смеемся хохочем то вот эти заснувшие макрофаги они просыпаются и сделав зарядку начинают просто расчищать пространство и наводить порядок в крови вот я про это хотела вам сказать поэтому больше смейтесь больше улыбайтесь старайте испытывать больше положительных эмоций не старайтесь напугать человека это плохо вот эти знаете страшилки пугалки это нехорошо это не не стоит этим заниматься старайтесь все-таки вот больше в таком ключе что скажете на этом это мы без вас знаем ну оль я же не к вам на страницу зашла и не стала рассказывать или к домой постучала такая здравствуйте оля я хочу сегодня рассказать вам про интересные вещи а вы мне такая а это мы ирина александровна и без вас знаю это такой простите вы улзать зашли ко мне на страницу я хочу сегодня поговорить на эту тему если вам не интересно вы нажимаете кнопочку и выходите и идете туда где интересно договорились все отлично молодец улица 10 5 привет из питера привет эти лекции вам надо довести на марафон пришла оля 34 78 и рассказала мне что мне надо делать на моем марафоне на мою страницу оль давайте я вам расскажу что вам делать нажать на кнопку и выйти из эфира негативные эмоции не только конечно я про это и говорю отрицательные эмоции влиять на здоровье да помните даже есть выражение даже у врачей когда человек часто болеет его спрашивают стресса никакого не было вот у меня лично спрашивают может быть вы стресс какой-то испытали что на фоне стресса всегда падает иммунитет всегда поэтому иммунитет почему падает я уже вам сказала правильно добрый вечер я вас люблю красотка наша спасибо привет из уфы привет уфа вообще отличный город у меня на марафоне очень много девочек из уфы девчонки все просто потрясающие вот правда такие классные прям походу что в уфе хорошие люди живут добрый вечер как я соскучилась по вам только сегодня думаю да потюля добрый вечер вы наше солнышко спасибо добрый вечер наконец-то вы стали реагировать адекватно на критику наконец-то вы меня просто уже воспитали спасибо вам привет горжиен когда будет прямой эфир с готовкой вы знаете я вчера готовила но я показывал это в stories как-то не знаю даже прямой эфир с готовкой мне бы наверно просто не не особо сейчас время есть чем я поднимаю себе настроение у меня настроение практически всегда хорошее мне в принципе чего расстраиваться то муж рядом он на пенсии любит меня к не хорошо относится рита с олей замужем у них по двое деток они прекрасные хозяюшки мне прекрасные мужья взаимная любовь в обеих семьях олег у меня уже на последнем курсе университета хороший парень к нам относятся хорошо чем не расстраиваться то у меня почему должны быть его плохие эмоции я не испытываю плохих эмоций я испытываю положительные эмоции питер привет конечно очень классная добра очень красивая привет из кастана привет казахстан точно врачи так и спрашивают да это точно вы когда-нибудь посещали психолога было пару раз но честно говоря разочарование один раз я помню когда я участвовала в съемках передачи перезагрузка помните перезагрузка на тенте вот я участвовал съемках передачи и там был психолог я помню что мне абсолютно не понравилось то что он не говорил не потому что я вредная какая-то или что-то он говорил прописные какие-то вещи которые пытались тот момент из экрана транслировать то есть что я там какая-то не знаю жесткая что у меня дети под колпаком что я вот такая вот суровая на самом деле я безумно мягкий человек мягкая и добрая и дети мои это могут подтвердить и муж мне постоянно говорит ты слишком добрая ириночка так нельзя вот поэтому тот кто меня знает близко и лично они прекрасно знают что дома из меня могут просто вот не знаю как из пластилина лепит то что хотят мои дети потому что я вообще человек в принципе который не любит ругаться так скажем я наоборот себя смягчаю углы и я не кричу никогда и я не разговариваю на мате у нас дома спокойная обстановка мы абсолютно вот адекватно общаемся все больше с улыбкой шуткой с какой-то вот так привет тобольск добрый вечер с украины берете на марафон конечно липецк привет финляндия спасибо что поддержали с нашими шаханами до альбина я поддержала более того я написала то что я думаю потому что так как макс максим галкин сказал об этом как он как он здорово рассказал историю шаханов как он рассказал про то что уже одного шахана нет и как он прошелся именно правильно да потому что историческое наследие уничтожается ради выгоды ну лучше не скажешь поэтому я просто поддержала тем что репост сделала надеюсь что все таки удастся общими усилиями остановить это этот ужас привет она по привет самое лучшее волна спасибо нет это не однотонное окрашивание это два или три цвета сразу окрашивание идет и поэтому ощущение такое как перед перелив цвета как будто идет это вот специально такая техника коллаген я не пью не пью я последнее время сейчас стала пить белковые коктейли это я пью да ну где-то с неделю наверно муж не воспринимает младшего ребенка два с половиной года живу в разочарованиях настроение 0 муж не воспринимает этот ребенок ваш общий почему он его не воспринимает странно скучаем очень ждем 24 аленочка уже скоро вас классные внуки и внучки из латвии привет скорее бы уже 24 вас отличная жизнь это чудесно но я к этой жизни шла намеренно целенаправленно я очень много трудилась очень много всего пережила тоже у меня не всегда было так гладко и сладко было всякое очень много было разных моментов вот ну как я люблю говорить важен конечный результат конечный результат показал что все таки можно построить хорошую семью если для этого ты прикладываешь усилия не надо готовить мы все на диете привет крите на юбилей я к сожалению не лечу рита юбилей будет праздновать своей семьей если у меня получится то я полечу попозже сейчас я пока не могу меня очень много дел плохое качество видео ну я могу только отключиться у меня такой вопрос у вас помощница по хозяйства вы доверяете свой быт кому-то еще кроме себя и своего супруга спасибо за ответ смотрите а наташ я уже много раз отвечал на этот вопрос что раз в месяц я вызываю клининговую компанию мне присылают двоих человек и мы делаем генеральную уборку почему я говорю мы потому что я не сижу в стороне то есть я наравне с ними и убираю тоже дом и контролирую то что делают они жестко контролирую потому что это все равно посторонние люди вот поэтому раз в месяц приезжает вот клининговая компания я оплачиваю их услуги далее все остальное время я ухаживаю за домом сама в этом не сейчас помогает активно муж раньше он был на работе сейчас он дома на пенсии поэтому мы сейчас занимаемся домом и садом вдвоем садом принципе всегда занимались мы вдвоем больше никто нам не помогал как вы относитесь к психологу михаилу лапковскому я если честно только слышала отдаленно протокол психолога но конкретно вот с ним я не знакома и с его деятельностью тоже привет из астрахани казахстан привет добрый вечер жду очень марафона то без вас тяжело держаться скоро девчулечки совсем чуть-чуть осталось соскучилась столет не смотрела эфиры и ручка привет франция привет анечка вы очень мягкая добрая вы наш вы наша сладкая ирина александрова спасибо леночка отлично выглядите спасибо а что делать когда человек специально идет с тобой на конфликт от этого не хочешь надо просто говорить эльвира знаете всегда нужно разговаривать надо просто сказать человеку ты знаешь я понимаю что ты хочешь меня обидеть ты идешь на конфликт я этого конфликта не хочу если я тебя раздражаю давай просто прекратим общаться либо на время либо совсем но конфликтовать я с тобой точно не хочу не буду и все просто говорить надо добрый вечер очень рада вас слышать спасибо ух паньки добрый вечер мутно может быть просто нужно протереть экран и сейчас попробую протереть экран так не лучше всегда приятно вас видеть в необыкновенная вы так шикарно выглядеть чем занимаетесь у вас какой-то бизнес всем приятно золотые слова про семью нравится за вами наблюдать у меня также в жизни все было негладко постепенно наладилось и налаживаться конечно при желании так и будет электро сталь вам передает привет привет как рада вас видеть скучаю галочка привет я запомнила галочка привет девчонки марафонцы уже здесь вы видели кстати в сторис девочки со второго марафона который был в январе собрались сегодня на даче одной из девочек наших танечки лапушкины и там сажали розы шашлыки и жарили так хорошо прям вообще они написали мне так такое приятное письмо сказали что почти весь вечер обо мне разговаривали очень благодарны мне за марафон и и за то что на марафоне они подружились дорогая ирина александровна хурмушки спасибо за то что вы нас объединили познакомили мы с января дружим 28 человек обалдеть обалдеть я тоже скучаю вы невероятное спасибо большое добра вам вашим детям внука внучки любим вас вы супер добрый вечер такие умнички да и софа ты представляешь мне кажется вам софочка точно надо уфимскую тусовку устроить у вас в уфе столько хороших девчонок я уже сегодня говорила про это добрый вечер где можно подробно узнать о вашем марафоне аленочка вы можете просто написать мне в директ или на почту я каждый день практически выставляю в stories объявление о марафоне поэтому всем желающим всем кто хочет присоединиться к нашему марафону стройности добра и позитива welcome добро пожаловать в нашу дружную команду у нас прям семья у нас тепло у нас хорошо у нас прекрасный просто состав у нас отличная атмосфера мы каждый день утром и вечером встречаемся в прямых эфирах разговариваем делаем зарядку небольшую дыхательную гимнастику и вообще уход за собой и так далее и тому подобное они встретились такие да оль встретились представляешь добрый день ты видела мою историю с оля посмотри добрый вечер на марафон да принимаем конечно нытики мои сладкие хурмушки и софочка наша звездочка здесь да немного ли на себя берете ну ровно столько сколько могу унести если вам не нравится вы можете нажать на кнопочку и выйти отсюда Таня Крылова поэтому много я на себя беру или мало это моя жизнь я беру на себя столько сколько я хочу и могу вас точно никак не задеваю мы за вами скучали спасибо как вы воспитывали детей очень надо по поводу воспитания детей у меня постоянно возникают эти вопросы меня спрашивают потому что видят как сейчас мои дети да живут как они дружны между собой как они относятся к родителям к своим детям к своим семьям и так далее я могу так сказать что для меня самое важное как для педагога для как для мамы как для психолога чтобы в семье не было криков и оскорблений вот для меня это важно я сама терпеть не могу мат я не люблю когда ругаются при мне матом для меня это просто неуважение ко мне в первую очередь я не ругаюсь матом сама и в принципе я голос не повышаю если это и бывает это бывает крайне редко это я не знаю что нужно сделать чтобы я вот прям начала кричать это я не знаю что надо сделать у меня во первых голосовые связки слабые у меня тут же садится голос вот но тем не менее мое мнение что на ребенка кричать нельзя с ребенком нужно договариваться с ребенком нужно разговаривать вот что то не так да допустим не понимает вас ребенок особенно в подростковом периоде начиная с детства научитесь всегда находить время для того чтобы сидеть с ребенком тет а тет очень хорошая практика психологическая когда вы говорите ребенку пойдем поговорим вот по хорошему обнимите его за плечики посадите рядом никого не должно быть посторонних рядом и родных никого только вы и ваш ребенок берите его за ручку вот первый контакт тактильный вы взяли его за руку взяли или за плечики обняли погладили по голове тактильный контакт который располагает ребенка к тому чтобы не закрываться от разговора а открыться к разговору и просто волшебная фраза я тебя так понимаю что ты сейчас чувствуешь я тебя очень понимаю я тебя понимаю вот это волшебная фраза потом дальше вы говорите когда-то когда я была в твоем возрасте я тоже испытывала такие чувства и наделала очень много ошибок и если бы в тот момент со мной кто-то так же сел поговорил наверняка я бы столько ошибок не сделала ты запомни дорогой мой ребенок да не знаю девочка мальчик неважно запомни мой родной что я тебя настолько сильно люблю что пытаюсь уберечь тебя от ошибок поэтому запомни это и знай что я всегда рядом я всегда тебя поддержу что бы ни случилось никогда не уходи из дома что бы ни произошло всегда знаю что мама рядом вот вселяйте пожалуйста в ребенку то что мама это не враг мама это не человек которого надо бояться мама это человек самый родной на земле которому ты всегда можешь прийти и знать что этот человек тебя любит и никогда не предаст понимаете поэтому по мне так вот почему я еще говорю когда нельзя обижать собственных детей потому что в жизни каждого ребенка и вашего ребенка и моих детей всегда найдутся люди взрослые люди которые их обидят поверьте мне им столько еще придется пережить найдутся злые тети дяди которые расскажут им какие они не такие и будут и кричать на них и ругаться и подставлять и в жизни каждого человека это происходит но нужно чтобы в каждом в жизни каждого человека был хотя бы один человек а это мама которая всегда всегда будет поддерживать свое дитя всегда меня всегда удивляло почему всегда все про маму для меня папа главный человек ну вы знаете как в основном да девяносто девять и девять это все таки мама потому что мама рожает мама связана пуповиной с ребенком у мамы кровное вот это родство а у папы только гены у мамы родство кровное поэтому скорее всего все таки поэтому всегда говорят про маму и потом не каждый папа готов пожертвовать своей жизнью за своего ребенка ну давайте честно ну правда что это уникальный случай когда это происходит в основном это мама кто вообще в этой жизни не думая не рассуждая не минуты не сомневаясь заслонит собой ребенка если ему угрожает опасность это мать не раздумывая она просто положит на алтарь свою жизнь ради того чтобы спасти своего ребенка спасибо огромное за ваши советы про детей каждый раз вспоминаю ваши слова воспитания детей что делать с назойливой свекровью лезет в нашу жизнь смотрите когда вы говорите что делать с назойливой свекровью это уже ошибка вам нельзя с ней ничего делать это мама вашего мужа во-первых к ней нужно относиться с уважением потому что она родила ваше сокровище вашего мужа как бы ни было сложно и тяжело в отношениях у меня с моей свекровью царство небесное но мои дети и мой муж до сих пор благодарны мне за то что я всегда по-доброму хорошо общалась с ней и всегда возила всю свою семью когда мы жили отдельно к ним в гости всегда не было такого чтобы я сказала фуда там еще что-то я всегда собирала своих детей мужа сажала в машину и привозила их к родителям мужа потому что они жили здесь недалеко вот поэтому уважение еще раз уважение может быть свекровь чувствует ваше какое-то не знаю отношение отрицательное к ней может быть ее это злит не знаю может еще что-то но в любом случае это мама вашего мужа и только ваш муж может решать какие-то вопросы вмешательство или не вмешательство в вашу семью со своей мамой почему потому что это кровное родство еще раз возвращаемся к тому что это кровь то есть мама сын они связаны это кровное родство вы человек посторонний вы чужой человек вы сейчас родство это ваш муж то есть получается что вот этот треугольник мама мужа муж и вы не должен вы не должны напрямую контактировать с его мамой решать какие-то вопросы с ней нет это должен сделать ваш муж вот он держит за руку вас с одной стороны и с другой стороны вашу свою маму и вот через него вы должны договариваться то есть он должен решать эти все вопросы если он самоустраняется это значит что он не самодостаточный мужчина он как бы не готов к этому надо заставлять надо разговаривать говорит что ну вот мне там что-то неприятно не выносить ему мозг а именно разговаривать я вас обожаю вы человек с большой буквы спасибо муж не скучает на пенсии вы мудро очень женщина тоже нет у меня муж вообще не скучает более того он сказал что у него дома работы больше чем на работе у нас много дел умоляю подскажите где вы заказываете растения это называется агрофирма поиск поиск агрофирма очень обаятельное спасибо большое здравствуйте алина александровна здравствуйте наденька куда же вы пропали у нас что ж такое то так татьяну я удалила из эфира потому что это просто человек провокатор который которому делать нечего и она вот просто провоцирует поэтому удалила спасибо за ценные советы большая умничка то все только за свою маму свекровь никто влажные слова вы были в узбекистане нет и было правильно Таню Пиолу. Поддержите Куштава. Ну, если вы смотрите мои сторис, то вы, наверное, уже заметили, что я уже поддержала Куштаву, поэтому смысла нет. Воспитанные, да, только вот ошибки молодости их ужасны. Слушайте, важен, конечно, результат, поэтому простите, конечно, но а судьи кто? А судьи кто? Поэтому важен конечный результат. Еще раз повторяю. Что для вас счастье, если в трех словах? Это моя семья. Три слова. Юлечка, привет, дорогая. Сколько раз вы были замужем? Честно говоря, даже пальцев не хватит на руках и ногах. много. Скоро поеду в вашу клинику стоматологии, буду импланты, имплантаты делать. Хочу спросить, что вам предложили вместо неприжившихся имплант? Очень просто. Сказали, четыре месяца теперь ходить, ждать, когда все заживет, вот, а потом заново буду делать. Какие процедуры можно сделать на область шеи? Ой, это косметологу. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Не знаю, почему у вас мутный экран, у меня все хорошо видно. Сейчас посмотрю. Тихо! Сейчас посмотрю. Какие вы нетерпеливые. Что с вами? Что с вами? Сейчас посмотрим, как выглядит экран. Ох, ничего себе, тут огибалова Ирина еще есть, оказывается. Я и не знала. Игра. О, да, правда плохо выглядит. А я себя так хорошо вижу. О, что ты огибалова Ирина еще есть, оказывается. Так, что бы такое сделать-то? Игра. Сейчас, погодите. О, да, правда. Так, ну что, теперь? Так, ну что, теперь? Лучше стало? Лучше стало? Лучше? Да, лучше я вижу. Лучше, лучше, лучше. Так, ну что, давайте еще поговорим. Еще на какую тему вы хотите поговорить, рассказывать. Лучше, лучше, ура! Ура! Я не смогу сюрпризом к Маргарите на день рождения приехать, потому что, потому что русские могут туда приехать только с двухнедельным карантином. Поэтому у меня никак не получится. Без вас не получается держать систему 21 день? Приходите на марафон. Идите все на марафон, кто сомневается, вы будете очень довольны. Мы уже соскучились по вам, скорее бы, марафон. У тех, кто был на марафоне, ранняя цена остается прежней. Эльмира, вообще я в шоке. Вы реально вот так вот, вы не можете мне написать в директ, то есть если вы были на марафоне, да, то есть вы знаете, как написать в директ, и вы решили сейчас вот на Красной площади здесь выяснить по стоимости. Напишите в директ, в чем проблема. Оля Гусева, привет! В Узбекистане кухня вкусная. А что из узбекской кухни, вот кроме плова, еще какие блюда узбекские, напомните, пожалуйста. В грузинском ресторане мы кушали хинкали, мы кушали чалагаш, потом, знаете, такой сыр с мятой, забыла, как он, в хале, по-моему, потом лепешка с сыром, как называется. В общем, все такое вкусное, обалдеть просто, очень вкусно. Два дня на воде. Зачем тут эфир лучше с нами, с марафонгами? Ириночка, вам привет, и всем марафонцам огромный привет. А Оля не худеет по вашему марафону? А вам какая разница? Вот по сути, какая вам разница, что делает Оля? Вот когда Оля захочет, она сама объявит об этом. Вот Юра захотел, объявил об этом, что я иду на марафон. Вот он был на марафоне. Почему вы Олю дергаете? Хачапурин. Да. Хачапурин. Так, точно. Лагман. Подождите, а лагман это, лагман это не казакское блюдо? Узбекские, ну назовите мне узбекские блюда, кроме плова. Узбекский плов я точно знаю. А еще какие есть узбекские блюда? Какая же вы уютная, классная. Спасибо. Добрый вечер, Раменское. Лагман. Патюля, привет. Вы были на Капке? Нет. Ну, очень хочу. Очень хочу в Дагестан, в Махачкалу. Мне очень хочется попасть в Тбилиси, в Ереван. Мне очень хочется побывать в Баку. То есть вот прям, вот хочется, прям интересно мне. В Ташкент хочется тоже обязательно. В Алмату. Я там была, поскольку я в Казахстане родилась и только в 30 лет уехала из Казахстана. Ну, хотелось бы. Манты. Манты. Это узбекское блюдо. Юра похудел на 6 килограмм 200 грамм. Юра на марафоне по льготной цене. Юра вообще бесплатно. Это же я со своим мужем, что ли, буду деньги брать. Тбилиси вам очень понравится, безумно красиво. Вот мне тоже сегодня расписали прям Тбилиси, что там есть на что посмотреть, что там очень красивые исторические места есть. Вот прям захотелось поехать, честно. Я в Ташкент хочу, у меня там много родственников и друзей. Татарский чак-чак, конечно, пробовала. Мне даже привозили чак-чак специально, прям из Татарстана. Чачвара, узбекские перемешки. Как бороться с чувством голода. Я на марафоне рассказываю про это, как бороться. Манты. Это казахское блюдо. Калининград. Я была в Калининграде. Три раза была. Я по рабочей ездила. И на косе была. И янтарь покупала себе там. Очень красивый город. Мне очень понравился. Юрий Васильевич отлично, хорошо. Любимочка, я противная. Я накосячила. Завтра буду два дня на воде. Софа, вот прям вот буду ругаться очень сильно. Только не ты, я тебя умоляю. Пожалуйста. Не подводи. К тебе такое отношение. Посмотри, как девочки тебя любят. Как я к тебе отношусь. Неужели ты способна на то, чтобы предавать такое отношение? Это предательство, я считаю. Так нельзя. Манты, лагман, чичвара, шавла, маш, кучири, дима, долма. Опять мутное изображение? Юра Крутышка, пожизненный абонемент. Софико, зачем ты так улеганишь? Ждём вас четвёртый раз. Моя красотка Ирочка. Вы смотрели, наверное, фильм «Белое солнце пустыни». Помните девушку Гильчатая? Конечно. Гильчатая открыл личико. Ещё как смотрела, конечно. В Дагестан советую сказочные места, только Махачкалу и не ограничивайтесь. Самурский лес советую, Дербент и горы. Мне очень понравилось. А интересно, существуют такие поездки туристические именно или нет? Или это надо самому ехать и всё смотреть? Не ругайтесь, Офана исправится. Да сейчас прям буду ругаться, ещё как. Так, ладно. Давайте прощаться. Поболтали и хватит. Хотелось просто сегодня немного поговорить по поводу положительных эмоций. Поэтому, девочки мои хорошие, мальчики, побольше положительных эмоций, поменьше дерьма в нашей жизни, поменьше отрицательных эмоций. Улыбайтесь чаще, смейтесь, включайте комедии, включайте юмористические передачи, шутите дома. Хочется поругаться, обнимите человека. У вас всё это пройдёт. Старайтесь не ругаться и не кричать на детей. Пожалуйста, это ваши дети, это ваши кровиночки. Они боятся вас. Не нужно так делать. Всё, люблю, целую всех. Вот так всех-всех. Обнимайте, целуйте своих родных. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok